А сейчас мы в прямом смысле этого слова погадаем на костях, о ком он думает сейчас. Мы будем гадать на десятках именно, на дамах и на королях. Вот сейчас я их отложу, все соберём, все парочки, и на десятках. Десятки будут показывать нам мысли тех королей, о которых мы думаем с вами. Так, вся другая нам колода не нужна, вы можете и дома это, кстати, делать, на обычных картах, на белых. Вот берём мы вот таких вот королей. Красавцы, правда? Просто красавцы, один другого лучше. Правда, они тут практически без бородок, только один крестовый бородатый. Даже череп бородатый у него. Все с поднятыми руками кверху, как подобает. Молодцы. Загадайте, пожалуйста, на каждого короля, ну, либо на определённого короля, либо на двух определённых вами королей своих мужчин. Червовый, крестовый, бубновый и пиковый. Ммм, какие они вкусные, сладкие наши короли. Загадали? Окей. Сейчас мы отложим его в сторону. Вот это красавишный будем мы с вами. Выберите, пожалуйста, каждый выберет себя. Может, вы крестовая красотка? Может, бубновая, червовая, пиковая? Посмотрите, пиковая, кстати, очень красивая, да? Она даже в каком-то плащике. Корона очень интересная. Чирва у нас добродушная, мягкая, нежная, блондиночка. Бубновая, стройная нюмфеточка. Видите, она даже в корсете, потому что у нее фигура такая ничёшная. А у червовой, наверное, большие буфера. Я извиняюсь, грудь. И крестовая. Крестовая у нас любительница украшений. Зеленоглазая или кореглазая. Загадайте себя. Кто вы? И теперь десятки. Десятки этого будут ножки. В этом гадании ножки будут нам говорить, о ком он сейчас думает и что именно он думает о каждой девушке. Мы возьмем сначала с вами наших королей. Переворачиваем колоду. Мешаем их. Мешаем за вашими спинками. И выкладываем. Можно перевернуть, кстати, чтобы вы ориентировались на своих королей, на своего короля, если это один у вас. Дальше мы берем женщин в охапку. Мы тут другие тут. Тут разные. Нас тут много. Правда, в четырех стихиях. За вашей спиной мешаем. Где-то из этих дам вы кладем на каждого короля. Прям вот так вот. Берем десяточки. Ножки наши, которые будут говорить, как он именно думает о той даме, которая лежит у него в ногах. Перемешали. И ложим снизу. А теперь поехали. Все самое загадочное сейчас начнется. Я открою вам тайны вашего мужчины. О ком он думает сейчас. Итак, поехали. Открываем сначала дам. Дам открываем. И смотрим, кто какой выбрал. Крестовый сейчас именно думает о Бубновой. Пиковый о Червовой. Червовый о Пиковой. Бубновый думает о Крестовой. И посмотрим, что именно он думает сейчас о этой женщине, которая выпала именно ему. Ну, напоминаю, это гадание, о ком он думает сейчас. В данный момент какой женщины заняты его мысли. И не всегда это будут именно любовные мысли. Это будет даже, может, где-то и переживание какое-то, желание его. Итак, давайте посмотрим первый расклад на Крестового короля. Крестовый король сейчас думает о Бубновой. А о Светловолосой, струнной, ближе к худощавой девушке, у которой небольшая грудь, максимум это второй размер. У неё пробор на голове. У неё либо крашеные, либо давно крашеные волосы. Она такое ощущение, что раньше была блондинка, а сейчас решила быть русой. Но у неё реально вот такой вот простой пробор прямой на голове. Волосы ниже ушей. Я бы сказала, по плечи, либо ещё длиннее, немножко до груди. Она в основном носит прямые волосы. У неё волосы не кудрявые. Что он думает о этой женщине? Его преследует какой-то бизнес-интерес к ней, деловой интерес. Он думает, как бы у него какая-то идея в голове, потому что она Крестова, эта идея. И он думает, как бы ей эту идею, денежную идею преподнести. Это либо какой-то бизнес новый, он хочет с ней поделиться, посоветоваться, либо это деньги, денежный подарок, может быть. Но что-то даже очень и хорошее. Он думает сейчас про эту королеву. Дальше мы с вами рассмотрим пикового короля в его связке. Так, пиковый король. Пиковый король думает сейчас о своей червовой даме, и причём он думает в пике. Это говорит о том, что он думает сейчас о своей возлюбленной. Если он говорил хоть однажды вам, что вы его возлюбленная, что он вас любит, поздравляю, он думает именно о вас. Причём мысли у него такие «Моё, моё, моё, она — это моё, я никому это не отдам». То есть вас воспринимает как свою девушку. Причём давайте опишем, если это не вы, и вы никогда не думали, что вы червовая дама, да, или у него есть какая-то другая червовая дама, о которой он постоянно думает. Ну, червовую даму, как и червового короля, сложно смотреть именно с точки зрения внешности, как я, например, легко могу описать бугабу, которая сейчас выпала, да, потому что червовой может быть и голубоглазая, и кореглазая, и пухленькая, и с глазками-то менькими очень-очень красивыми. Мне идут какие-то ушки немножко заострённые, кстати. И небольшой рост маленький идёт. Вот какая-то такая девочка выпадает мне. Он думает либо о даме червовой именно такой вот, маленького роста, с заострёнными ушками. Вот что из такого я бы сказала, что мне идёт? Либо он думает именно о вас, если он хотя бы раз говорил, давай поженимся, я тебя люблю, ты моя женщина. То есть это может быть женщина и не с заострёнными ушками маленького роста. Это просто его любимая женщина. Я просто писал вам, если он думает не о вас, а о ком-то другом. У меня на карте памяти мало памяти осталось, и потому придётся сейчас склеивать видео, да. Расскажем вам сейчас про червового короля. О ком он думает сейчас? Он думает сейчас о пике, причём с каким-то деловым интересом. Он думает либо о своей начальнице, высшестоящей женщине, он думает реально просто сейчас о работе. Видимо, на работе что-то произошло, причём я бы не сказала, что это какие-то проблемы. Нет, это не проблемы. Просто это его начальница, о которой он думает. Либо это главный бухгалтер, может быть, да, который может где-то ему помочь, подмочь в каких-то вопросах. В принципе, ничего особенного. О женщине высшестоящей. Если вы загадывали себя пикой и загадывали на червового короля, то это всё равно будет значить, что он просто знает, что вы есть, вы рядом, всё хорошо. Он сейчас абсолютно спокоен. И даже если он думает о своей начальнице какой-то, он тоже сейчас абсолютно спокоен. Он просто думает, как разрешить ему какие-то его бумажные дела. Вот сейчас о женщине такого плана он думает. И дальше мы посмотрим короля Бубнового. Он думает сейчас о крестовой даме. Причём, девочки, он думает, мысли-то любовные у него. Любовь у него сейчас на уме. Причём к своей крестовой даме. Он реально думает, что это его женщина, его крестя, его дорогая, любимая девочка. Вот о ней он сейчас и думает. Причём, крестовая дама, вы знаете, кто это такая? Дама загадочная. Вот она его всё время как-то заражает думать. Он действительно очень часто думает о этой даме крестовой. Если это вы, то я вас очень поздравляю. А если вы не являетесь дамой крестовой, либо он так видит вас, даже если вы относитесь к другой, он видит очень деловитую, такую фифу, мадамочку, деловую девушку, бизнес-леди, карьеристку, и он думает о вас с самыми нежнейшими чувствами. Если вы карьеристка, бизнес-вума, зеленоглазая, это всё через запятую, он думает именно о вас. У короля Бубнова как раз-таки сейчас мысли самые, что ни на есть, любовные. Всё, спасибо за внимание. Пока-пока! Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...